Шалом, дорогие друзья, вот такая необычная поездка у меня была в Крым, в Украину и в общем-то сейчас в завершении поездки еду в поезде из Симферополя, еду в поезд Симферополь-Москва, вот такое у меня отдельное купе и замечательно, что я могу вот так вот и чай не спешим пить и так вот с вами пообщаться. Записать этих вот несколько программ дорожных бесед, я их называю дорожные беседы, интересно, люблю чай, чай попить в дороге, как-то в поезде он как-то пьется по-другому, да, кто в поездах любит пить чай из вас, наверное, многие, да, вот такие дела. И, конечно, благодарю Бога за эту поездку, слава Богу, и за окном метель, вы не представляете это, но это надо видеть просто, наверное. Кстати, почему бы и нет, давайте я поставлю камеру сюда вот, посмотрите, что творится за окном. Видите, это что-то невероятное. Вот, вот, это матушка Россия, та встречает бургой такой, таким, такую метелью. Вот, а в Ялте тепло, не верится, еще вчера был, значит, как бы весной, будем так говорить, вообще другой климат совсем возле моря артек проезжал и служение было вот в этом центре реабилитации там порядка 75 человек наркоманов голики пьяницы проходят реабилитацию они как на курорте буквально на курорте потому что прям возле моря там конечно место место такое шикарное место на мой миллион долларов скажу так ну и друзья хочу благословить вас таким местом писания фрагментом из библии которые у меня сейчас так вот на памяти о котором я размышляю вот последние дни и вот сегодня как раз пользуюсь тем что это один здесь в купе один еду знаете ли размышляю и над местом таким написано что и она 8 32 написано и познайте истину истины сделают вас свободными познание истины приносит нам свободу глазуновка проезжающая глазуновка это где-то возле орла уже и вот такие дела дамы и господа познание истины приносит свободу это как путь вот сейчас я допустим вчера точнее вчера и выехал из симферополя этим поездом и сутки он идет до москвы так больше меньше сутки фактически и вот эта дорога это путь проезжаю разные сейчас село какое-то но это глазуновка да поселок видимо такой потом насчет приезжают города и меняются меняется климат даже вот заметно просить больно суровым климат допустим украине ехали мягче климат вот но вот познание истина тоже какие-то пункты это тоже какие-то вехи этапы и познание истины это путь до дорога недаром сам иисус назвал себя дорогой назывался путем это не эскалатор знаете ли на который вот однажды стал и все и он тебя сам собой ты просто стоишь наслаждаешься поездками тебя доводит нет это путь и вот сейчас вот я допустим еду вот раньше люди пешком ходили слава богу больше за прогресс технически такой значили что железную дорогу гораздо много разных пути есть можно самолетом прилететь еще быстрее гораздо все быстрее да позднее можно чай попить можно пообщаться сейчас я один но быть со мной с помощью тиви с помощью записи этой можно обратиться к людям можно прицепить либо размышлять можно поесть здесь у меня всякие с собой гостиницы яблоки мандарины жуй кокос и ешь пананы кстати по нам тоже есть это вид такой не очень у него же такой хороший он вообще-то вкусно пахнет и он такой переспил уже ну что друзья будем об этом размышлять и молиться о том чтобы познание истинно принесло нам свободу чтобы познание истинно но дало нам истинную и настоящую свободу и пусть истина божьего слова она принесет свободу вашу судьбу вашу жизнь отец бог святой сущий на небесах я прошу тебя господь за моих зрителей господь прошу тебя о себе самому о всех кто сейчас смотрит слышит меня позже помоги нам познавать истину помоги нам optic им путем помоги нам господь достигать эти этапы проходить определенные населённые пункты как есть его дороги и в познании стинный господь дай нам от силы в силу от веры в веру переходе к дай нам господь познавать тебя через Слово Твою, Господь, в личном общении с Тобою. Благослови, мои дорогие зрители, Господь, слушатели, во имя Иисуса, во имя Ишуа, Машеха, Иисуса Христа. Благослови, Господь. И благослови дальше мою дорогу, Господь. И те, кто в дороге меня смотрит, пусть Бог благословит вашу дорогу. Те, кто дома находится, пусть Бог благословит ваш дом и ваш семейный домашний очаг. Те, кто может быть больны, смотрят меня сейчас, то пусть Господь благословит вас и исцелит вас. Бешами Ишуа, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, слава Богу, дорогие друзья. Шалом, шалом, благословляю всех вас. Вот. Помните, друзья, что Иисус есть Господь, что сказано было Иисусом. Помните, а сказано было следующее. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Пока. Отключаюсь.